Всем привет! Доброе утро! Мой лентый день. Не знаю, кто к вечер, кто нас смотрит, когда смотрит. Ох, у нас мы уже опять вернулись практически. Сейчас пойду яську будить. Яська по 12-го никак он у нас не поднимется. У нас сегодня надо уборку делать, разборку, занятия. В принципе, мы вчера даже, позавчера уже нормально отзанимались. Вчера мы занимались больше интеллектуально. Пока ЛФК вела ему через день, чтобы тоже он мог. Но нам так и рекомендовал тренер. Просто мне как-то казалось, я все равно старалась заниматься с ним практически каждый день раньше. Но сейчас немножко поубавили пыл. Ну и плюс ко всему, честно говоря, пока есть дела такие самотошные, которые надо делать постоянно. То есть, как бы мы вчера опять бегали в поликлинику, ничего не получилось. Пока никак у меня не получается. Потому что врач в отпуске, второй врач что надо, в общем, этот заведующий в отпуске, как всегда. Там, ждите здесь по этот, подождите. Но взяли на анализы. Хочу ждать ему, конечно, все-таки мочу. Приколка полдвенадцатого. Двадцать минут двенадцатого. Только-только. Ты все-таки решил проснуться? А? Или еще никак? А? Никак все? Хе-хе-хе-хе. К чему? А-а-а-а. Капашун. А, Капашун. Аж весь в слюнях. Это он так спал. Он что? Кого тебе звать? Ну, что это у тебя началось? Ну, ты меня так поцеловать хочешь? Я уйду, уйду целоваться. С утра пораньше поцелуйки. Хе-хе-хе-хе. Все, дальше будешь спать? А, ты проснулся, чтобы поцеловаться. Дальше спать? Хе-хе-хе. Давай вставать. Погода, правда, я не знаю. У нас вроде бы лето, не лето. Загрузила тоже сейчас с утра вот. Уже практически последние. Хочу все закрыть свои, которые у меня были. Блоги, полублоги. Потому что не хочется. Это все уже так надоело. По кусочкам. Ну, сейчас уже вроде бы вот ноутбук уже программу установила. Основные. Это же тоже на все надо время. Вроде, честно говоря, и хочется снимать. Хочется, чтобы, в принципе, как бы понятие было. Я понимаю, что те, кто занимаются, те, кто в теме, вообще понимают, сколько надо заниматься, как заниматься. Но такая есть тенденция немножко нехорошая. Мне, которая вообще не нравится. Что с детками такими не надо заниматься. Их надо не трогать. Надо, чтобы они больше отдыхали, больше лежали. Курс прошли. И сидим на попе дальше. Ждем. Вот это целыми днями. Строчим. Сидим в телефонах, зависаем. В интернете на благотворительных фондах, которые потом все отвечают, что нет. Это надо сколько времени потратить, чтобы каждый фонд зайти, отправить документы. Но мы считаем, что я же мать. Я опять отправила. И через три месяца, сколько там, меня опять куда-то возьмут. Какой-то центр реабилитационный. Честно, очень много таких вот тоже даже уже в Инстаграме выставляют ребята, что фонды вроде собирают деньги, а реабилитационные-то они завышают цены под фонды. Ну, не знаю. Поэтому мы занимаемся. Хочется снять что-то другое. Хочется снять понятие, что надо просто заниматься. Тупо заниматься. Ну, как мне как-то одна девочка сказала, когда я спросила. Ой, что я вот. Не знаю, что же вы делаете, ребята, что у вас такие просмотры. Мне ответили, мы снимаем правду. Извините, я, конечно, вру. Вот это жизнь. Вот что-то надо поднять его. Собрать. Да, и заниматься. Целый день заниматься. А иначе вот так будет ли, если ребенок не ходячий. Ну, еще Яська, вот хорошо, мы уже пришли к тому, что Яська, в принципе... А, говорю, вчера вообще такая была прикольная. Ну, на самом деле, как Андрей говорит, я просто не хотела снимать. Чисто, чтобы опять не запутывать вот такими огрызками, как бы, типа, знаете, ну, не нравится мне, честно. Короче, я блогер, рад Бога. Я же стою, пишу, пишу, пишу. Получается, оказывается, что ко мне опять не хватило времени. Я еще не спускнее очищала карту на телефоне. И практически ничего не записываю, а просто... То есть, емкость остановилась, а я стою, вам тут с вами общаюсь, разговариваю, даже не обратила внимания, что запись не идет. Вот. И в итоге, значит, у нас Мика тут пришла. А, вчера он, значит, мне поставил стирка, стиралась. А я уходила... Куда я уходила? Мы в поликлинику бегали, потом мы с ним сидели, занимались. А вот постиралась, значит, он побежал. Побежал на кухню. Ну, пополз, я так говорю, что как-то побежал. Вытащил все вещи из стиральной машинки, загрузил туда, там косметички миккиные были. Я клала их в стирку, в таз для стирок грязного белья. Поставила, что типа опять на загрузку. Я говорю, Яр, я с тобой не пропаду, ты мне все сможешь, поможешь. И вот на днях мы в Мика пришла. Она, как все подростки, она у нас ест то чипсы, то роллтон доширак. И, короче говоря, видно что-то с желудка где-то. Потому что потом оказалось в итоге, что, оказывается, она с утра вместо того, чтобы позавтракать, съела мороженого. Закусила чипсами, естественно, прихватила. И она лежит тут, значит, у нее живот болит. И я сказала, Мика, Мика, не умирай. Побежал в кладовку и вытащил ей сок, где у него лежит. Притащил свою пачку сока, пошел на кухню банан. Потом тарелку принес какую-то. Потом опять пополз на кухню, в морозил. Ну, он как бы типа в холодильник. У нас просто нижняя камера в морозил. Я говорю, ты куда? Мике кушать надо, чтобы у нее желудок не болел. И я смеюсь, я говорю, Мика, вот теперь я за тебя спокойна. Я знаю, что я с Яськой ты не пропадешь. Он тебя и накормит, и напоит, и вещи постирает. И все сделает. И так это, да, в общем-то, ирония, не ирония. Но мальчишка развивается. Мальчишка много что уже получается, что делает. Но это, конечно, это все, к этому надо приходить. А не сидеть, не сидеть часами в этих благотворительных фондах, конечно. Как говорится. Я понимаю, что это тоже надо. Но у меня пока, на меня даже не хватает времени, чтобы сейчас записаться. Вчера мы пошли, попереругались. Пришли на прием, чтобы оформлять документы. Я скину, мне книжку. Она говорит, а вашего нету карты. А без карты кто мне что заполнит? Какой врачи, кто осмотр был? Как они будут заполнять? Я говорю, ребята, на что вы пошутили, что ли? Нет, мы не нашли. Я говорю, хорошо, вы не нашли. А в чем была проблема нам на братец сказать, вы не приходите? Ну, вы не приходите, потому что вашей карточки нету. Какой они... А что вас педиатр принять не может? Я говорю, а что мне будет он принимать? Если ему надо смотреть по карте, а карты нету. Если амбулаторная моя карта, вы говорите, что вы за это не отвечаете. Пока, честно, это крика не дошло. Они не нашли. Оказалось, там вообще где-то в администрацию забирали эту карточку. В общем, не знаю, что, зачем. Как вроде страховая компания там брала на что-то, на проверку. Я все понимаю. Но вы забираете документы. Вы даже не предупредили. Я вот приперлась с ребенка, поднялась на третий этаж, да? А вы мне говорите, карточки нету. И то есть ничего. Я говорю, мы больше часа потеряли. Просто просидел теперь и говорите, приходи через неделю, когда будет завивающим. Это такой дурдом, который ежедневный. Который просто, знаете, надо просто хочется просто плюнуть, бросить все, да? И вот этим всем не заниматься вообще. Я просится его снимать. Соскучился по съемке. Ладно, мы встаем. Давай мы встанем, оденемся. Что? Ну, одеться надо, переодеться, подняться. А потом уже будешь дальше снимать. Вот уже полдвенадцать, вот еще лекарств не принимал. Опять ничто нет, опять. Снимать тебя дальше? Ну, вставать-то надо. Тутора, кстати, с ним на полночи нам хватает сейчас. Снимаем. Ой, я даже не знаю. А, я их уже убрала. Положила. В наш вот этот хаос. Яра здесь пытается мне опять его навести. Вроде как, типа, я не подпускаю, но нет-нет. Покажу потом попозже, чем мы занимаемся. По какому учебнику. Мы что, купили еще вот один тубус. Ну, правда, да, загрузила уже все подряд. И ходит с ним, таскается. Но этот тубус у меня для логопедических занятий. Чтобы он, надо еще с манкой сходить купить. Ну, и уборка. Никто не отменял. Надо сегодня убрать квартиру, привезти в порядок. Пирожок. Мы сегодня с тобой одни. Завтра мы тоже одни. Завтра мы даже ночуем одни. Ужас. Все. Ужас. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ты видел это? Он прорастает начал. Посмотри, сейчас надо его... Мочить его не будем. Он и так мокрый, его надо поставить просто открыто, а то что-то он... Пыль. А с этого с окна летит. На попу села. Прикольно, волосатик такой будет у нас. Да? Надо сейчас еще орбизики. Кстати, орбизы куда я делала? Орбизы Яра все мне уничтожила. Ой, пришлось нам вообще такая жесть. А я взяла их еще запылесосила. Да, Яра? И получилось, когда я запылесосила... Короче говоря, я пылесос там чуть не загубила. Вчера стали пылесос включили, а он прям аж воняет. Хотя вроде один день. Но вот эти орбизы, они оказались такие вонючки, мокрые. Ужасно. А я вот... В общем, как бы спрятала от Яськи подальше. Купила ему опять орбизики. А куда мы их убрали-то? Чтобы Яра их не открывала, Андрей сказал, убери. И я убрала. Так, все, нашла. Ну что, будем орбизы делать? Я вот такие нашла. Декоративная почва. Аквагрунт. Разные. Вместе нам не смешаем, да, Яра? Ноги, куда, пацан, ноги вытащила? Давай, прячь ноги, ставь на место их. Ставь, 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 ставь. Сейчас я пойду сполосну этот тазик. Я тебя как учила? Сначала ставь, ставь, ставь. Чись, чись, чись. Спину распределяй. Чись, холодно. Да, Мара, вкусно пахнет. Надо здесь сначала умыться. Закрывай. Закрывай. Пошли. Что я стой теперь-то? Давай, вытирайся. Пошли. Нет, нормально разговаривайся. Нас. Я люблю. Помогуся? Пошли.